Знаете, в прошлое воскресенье мы были в Киеве, и вы видели, там было объявление, что был праздник благодарения, или праздник, ну, благодарения, благодарили Господа, и последним выступающим вечером был Ник Вучич. Человек, который, ну, по-человечески смотря на него, знаете, лишен всего человеческого. Нету ног, нету рук, но самое главное, что он на это не жалуется. И его слово было к тому, чтобы ободрить людей, которые находятся в таким, знаете, трудных положениях, в депрессиях, в разочарованиях, в уныниях и в печалях. Он радовался и свидетельствовал о Божьей силе и о Божьем могуществе. Он вдохновлял людей не терять никакую надежду, но доверяться Господу. Потому что есть моменты, когда в наше сердце кто-то стучит. И, говорит, один стук стучит, и, говорит, открой мне дверь и дай мне ключи твоего сердца. И люди, говорит, отдают. А потом только, когда ключи отдадут от сердца, потом спрашивают, а как твое имя? И тот, кто стучал, говорит, мое имя дьявол. И люди посвящают свою жизнь. И отдают свою жизнь дьяволу. И потом ходят в депрессиях, в разочарованиях и уныниях. И есть, говорит, второй стук, от которого люди закрывают свои уши и иногда открывают дверь, но не хотят дать ключи. Но некоторые люди отдали ключи Иисусу. И их жизнь изменяется. И их жизнь, она находится в благословении, в радости. И поэтому сегодня для каждого человека, он так ободрял людей и говорил, те, которые, знаете, переживают трудности, переживают какие-то уныния, чтобы они унывали. Надежда на Бога, она никогда не постыжает. Поэтому, дорогой брат и сестра, ты сегодня счастлив и хорошо сделал, что ты пришел в церковь. Ты пришел, чтобы предстать перед лицом Господа, чтобы Ему поклониться, чтобы Его прославить. И Божий слой говорит, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, воскресивший нас из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах. Аллилуйя! Тебя и меня, если мы будем верны Господу, ожидает вечное наследство, где нету плача и скорбей, где нету болезней и переживаний, где вечная радость с великим Богом, который сотворил тебя и меня по своему образу и вдунул в нас дыхание жизни, чтобы мы жили для Его славы. Давайте мы Его прославим, давайте мы Ему поклонимся, давайте мы Ему воздадим хвалу и честь, потому что Он достоин, чтобы пред Его именем преклонялись и чтобы Его имя прославляли. И еще два стиха. Мы должны понимать и знать, что за нас заплачена высокая цена, цена жизни. И 18 стих говорит, зная, что нетленным серебром или золотом искупленного от суетной жизни, преданной вам от отцов, ни серебро, ни золото, люди не могут заплатить за свое спасение, за то, чтобы иметь вечную жизнь, никакие заслуги. Но 19 стих говорит, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Акса, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Аллилуйя! Мы искуплены драгоценной кровью Божьего Акса. Мы Его дети. Мы Его наследники. Мы дети Небесного Царя. Поэтому давайте прославим и возвеличим это чудесное имя. Имя, которое принесло нам победу, дало нам радость и надежду. Имя, которое поселилось в нашем сердце Святым Духом. И Он управляет нами, Он направляет нас, и Он ведет нас и указывает нам путь в небесную отчизну. Давайте этим ценить. Давайте этим именем дорожить. И это имя Иисуса прославлять и величить. Потому что Он приобрел нам спасение и даровал нам вечную жизнь. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя. Мы славим и величим Твое чудесное имя. Мы так благодарны Тебе, что сегодня по Твоей великой милости, Твоей великой любви, мы в Церкви Твоей. Мы стоим пред лицом Твоим, Господь. Продолжение следует...